Ускорит ли трибунал резолюция ПАСЭ? Санкции бесполезны? Подешевеет ли недвижимость в Беларуси? Это народ спросит. Вы задаете интересующие вас вопросы, мы их адресуем нашим экспертам и вместе получаем подробные ответы. Обо всех волнующих вас темах пишите в комментариях. В конце апреля парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала насильственную депортацию украинских детей в Россию геноцидом. А самопровозглашенного президента Лукашенко и нелегитимное правительство Республики Беларусь причастными к нему. Ко всем известным нам преступлениям и злодеяниям, которые совершил диктатор за годы своего уже почти 30-летнего нахождения у власти, теперь добавляется и геноцид. Резонный вопрос от наших зрителей. Появится ли европейский ордер на арест Лукашенко и ускорит ли трибунал резолюция ПАСЭ? Мне кажется, что вероятность того, что выдадут ордер на арест Александра Лукашенко, очень небольшая. То есть то, что приняла парламентская ассамблея Совета Европы, это, как мы не раз говорили, это политический орган. Для того, чтобы выдали арест, например, аналогичный ордену на арест, который получил Владимир Путин, для этого надо, чтобы такое решение принял Международный уголовный суд, который принимает решение, соответственно, самостоятельно, исходя из того, насколько имеются доказательства, сведения того, что человек действительно причастен к такому преступлению. Значит, что касается ордера Владимира Путину на арест, то его обвинили, ордер выдали по двум статьям. То есть, во-первых, это обвинение в военных преступлениях, и там две статьи. Первая – это депортация детей, и вторая – это насильственный вывоз детей. Ну, как бы разницы, по сути, нету, но в первом случае это считается за границы другого государства. Во втором случае это, ну, вот в пределах как бы одного государства, хотя как бы украинские оккупированные территории – это все равно Украина, но применили вторую статью. Значит, если мы посмотрим на то, что имеется в отношении Александра Лукашенко, то доказать причастность того, что он вывозил детей, будет очень сложно. И, возможно, он и вообще в этом, и Беларусь в этом не участвовала. То есть, да, можно говорить о том, что детей привозили в Беларусь. Да, имеется сведения о том, что их размещали в лагеря, имеется имя этого человека, который вот занимался этим профсоюзом Белкалия, по-моему, размещением. Есть компания Белкалия. То есть, скорее, даже если кого и будут рассматривать, то вот те имена, которые фигурировали в общественной сфере. Почему Путина? Путину удалось на него выдать арест, потому что Путин не раз об этом говорил, заявлял открыто, что это политика Российской Федерации вывозить детей. Он принимал законы, Государственная Дума, парламент России принимал законы, которые Путин утверждал с тем, чтобы детей было проще усыновлять из этих оккупированных территорий. То есть, исходя из тех комментариев экспертных, которые я видела, и я подчеркну, что у меня нет международной экспертизы, поэтому я сейчас исхожу из того, что известно чисто из тех экспертных обсуждений, в которых я участвовала, международные юристы говорили о том, что как раз имеется доказательство против Путина, поскольку он это озвучивал публично, и против так называемого омбудсмена по правам детей российского, Львова и Беловой. Значит, опять-таки, если мы вернемся к тому, что я сказала вначале, что доказать, что Лукашенко участвовал в вывозе детей, будет очень сложно. Доказать в том, что, наверное, эти дети размещались в Беларуси и так далее, я думаю, что это можно будет, но у меня нет вот этой юридической экспертизы с тем, чтобы сказать, квалифицируется ли это как серьезное преступление. То есть особенно военное преступление. Мне кажется, чисто вот по-дилетантски я осужу, что это будет очень сложно. Конечно же, принятие резолюции самой Паре, оно, наверное, поднимает этот вопрос политически, и наверняка Международный уголовный суд будет рассматривать все доказательства, которые имеются. То есть вот если резолюция была принята ПАСЭ, то, соответственно, есть уже политический мотив для того, чтобы рассмотреть доказательства. Возможно, у Павла Латушка также имеются какие-то более серьезные доказательства, он о них говорит. Я думаю, что если он обратится или при помощи ПАСЭ, Международный суд решит рассматривать такие вопросы, то, наверное, они будут рассматривать эти доказательства. Но, как мне кажется, доказать в этом случае что-то, причастность Лукашенко будет очень сложно. Ну, вот это вот первый вопрос. Ну, и второй вопрос. Опять-таки, мы уже говорили об этом, что одно дело выдать орден на арест, и другое, совсем другое, это начать производство суда. Опять-таки, в уголовном суде, в Международном уголовном суде даже сам процесс следования не начинается до тех пор, пока этого человека, пока он не попадает, пока его не арестовывают, то есть пока его не привозят туда, в Гаагу. Опять-таки, никакого механизма для того, чтобы взять Путина и привезти, полиции такой у Международного суда нет. То есть Международный уголовный суд в Гааге, он полностью полагается на так называемое сотрудничество с другими странами. Ну, и поскольку Россия не подписывала, как и Беларусь не подписывала римский статут, то получается, что только возможность арестовать была бы Путина есть, или была бы теоретически, гипотетически Лукашенко, если бы они поехали в другую страну. И даже здесь, вот как уже, например, пример с, по-моему, с Южной Африкой, куда собирается Путин ехать на заседание на саммит Брикс, они уже якобы заявили, что будут использовать так называемую иммунитет главы государства, страны, которая не является членом римского статута. Поэтому шансы, в общем и целом, как мне кажется, очень небольшие, небольшие, но, тем не менее, я думаю, что к этому, к тому доказательству, которое вот собирает НАУ, собирает Павел Латушка, наверное, его рассмотрят и примут соответственное решение, если достаточно доказательств, просив Лукашенко, чтобы его арестовать, выдать такой орден или нет. Находиться под санкциями режима Лукашенко не привыкать. Первый свой опыт санкционного давления экс-президент получил еще в середине 2000-х. Порой кажется, что от западных санкций режиму ни тепло, ни холодно, деградирует экономика, катастрофически беднеют обычные белорусы, разрушается социальная сфера, а Лукашенко и его челядь продолжают комфортное существование и упиваются своей безнаказанностью. Подписчики Маланки спрашивают, бесполезны ли санкции в отношении режима, Лукашенко или все-таки работает? Да, конечно, санкции имеют определенное влияние на поведение Лукашенко. Режим боится санкций, они всячески избегают их, они находят какие-то пути для того, чтобы минимизировать их эффект. Но здесь вопрос стоит о том, насколько эффективны санкции в том плане, как они выстроены, как они эффективно ограничивают возможности Лукашенко зарабатывать деньги для того, чтобы финансировать репрессии. И в этом смысле самым главным пробелом в санкционном давлении является Россия, которая помогает Лукашенко выкручиваться, которая предоставляет ему логистические решения, которая поддержит его финансово. И там, где страны Запада принимают активные последовательные меры для того, чтобы ограничить возможности Лукашенко, там приходит Россия, которая ему подставляет плечо. Такое происходит не в первый раз, такое неоднократно происходило и до 2020 года. И, к сожалению, до сегодняшнего дня Россия в этом уравнении остается за скобками внимания международного сообщества. Нам нужно настаивать на том, чтобы Россия точно так же была санкционирована за их вмешательство во внутренние дела Беларуси. Но мы также и отмечаем то, что режим очень нервно реагирует на любые попытки введения новых санкций. Уже много месяцев они пытаются снять санкции с калийных удобрений. Вышли даже на уровень генсекретаря ООН, подключают какие-то страны глобального юга для того, чтобы добиться этого. Но, тем не менее, до сих пор их попытки ни к чему не привели. Мы также вспоминаем недавние ограничения на приграничный грузовой трафик через польскую границу и как нервно отреагировал режим на это. И перспектива того, что Польша будет идти дальше по этому направлению, сохраняется, поскольку не решена сама проблема с политическими заключенными, с тем, как с ними обращаются в тюрьмах. И здесь режим крайне нервозно себя чувствует. Также, по нашей информации, и из Вашингтона, и из Брюсселя, режим крайне не устраивает санкции против Белави, которые были введены не в связи с нарушением прав человека в Беларуси, а из-за того, что режим захватил самолет, в котором летел журналист Роман Протасевич, и таким образом нарушил международные нормы полета в гражданской авиации, их безопасности, и до сих пор Беларусь находится в таком реальном черном списке, не осуществляются полеты, Белави находится под серьезными санкциями. И это то, что крайне нервирует режим. Но при этом мы отмечаем, что режим никаким образом не просигнализировал, что они готовы устранить эти проблемы с безопасностью полетов гражданской авиации над территорией Беларуси. Так что, да, санкции могут быть более эффективными, но тем не менее тот эффект, который мы видим, он также заставляет режим крайне нервничать. Действительно, с июня прошлого года санкции не вводились. Не вводились они потому, что как раз-таки лоббистская работа Лукашенко ведет к тому, что Европейский Союз думает, не исключить ли поставки калийных удобрений из Беларуси, но мы видим, что эти попытки не привели тоже к результату. Здесь у нас есть явное противостояние. Мы боремся против того, чтобы такие исключения были введены в санкционную политику Европейского Союза в отношении Лукашенко. Но одновременно мы видим, что другие страны вводят санкции. Канада ввела уже два пакета за это время. Сейчас Канада ввела санкции против 18 финансовых институтов в Беларуси, фактически всех банков, включая Национальный банк Беларуси. Можно сказать, что они первыми достигли этой задачи. Ввести санкции против всех финансовых институтов. Мы также отмечаем, что во время визита с Таланцией-Канавской в Вашингтон Соединенные Штаты объявили о введении нового пакета санкций. По нашей информации, и в Европейском Союзе, и в США сейчас рассматриваются дополнительные санкционные меры. Мы также знаем, что и некоторые страны Европейского Союза готовы вводить национальные санкции по определенным спискам, по определенным параметрам. Поэтому, да, мы отмечаем, конечно, такой застой определенный, паузу с введением санкций со стороны Европейского Союза. Но также знаем, что такие санкционные решения готовятся, и думаю, что в ближайшее время о них будут объявлены снова. Могу здесь говорить именно за объединенный перекодный кабинет. Да, такая работа ведется. Павел Латушка, который является представителем по вопросам транзита, является и ответственным лицом за такую работу. Конечно, другие члены кабинета также участвуют в продвижении этой темы. И да, конечно, для нас это крайне важная тема, это крайне важный инструмент. Он не единственный инструмент, которым мы пользуемся. Но если учитывать, что ситуация с политическими заключенными, с их обращением, с репрессиями вообще в Беларуси, остается крайне тяжелой и даже местами ухудшается, то нет никаких мотивов для того, чтобы пересматривать подход к продвижению санкционной политики в отношении режима. Страны Запада не рассматривают это как единственный инструмент или как самый эффективный инструмент. Это один из инструментов. И да, он наиболее такой практичный, материальный, то, что это как дубина, которой можно замахнуться и нанести удар. Другие меры, которые не менее эффективны, но которые могут быть более растянуты во времени, это поддержка гражданского общества, это поддержка независимых медиа. Очень важно, чтобы белорусы имели доступ к качественной, объективной информации. Это то, что помогает бороться с дезинформацией, с пропагандой. Также очень важно думать и о мерах ответственности для режима. То, над чем мы тоже работаем. К сожалению, это не быстрый процесс. В любом случае, мы можем посмотреть на примере Украины, сколько времени это может занимать. Но, тем не менее, эти меры рано или поздно тоже приводят к своим результатам. Обращаем внимание на то, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Такие вещи тоже возможны. Они происходят не всегда по нашему графику. Но, тем не менее, это то, что крайне нервирует режим, расшатывает элиты, заставляет их задуматься о том, что их ждет в будущем. К началу мая в Беларуси уже четвертый раз снижается ставка рефинансирования. Теперь наставлять 10% и к этому показателю привязаны процентные ставки ко многим кредитам на недвижимость. И вполне возможно, что тренд на снижение ставки рефинансирования продолжится при отсутствии всевозможных форс-мажоров, от появления которых чахлая белорусская экономика, увы, не застрахована. Зрители Маланки интересуются, стоит ли сейчас покупать или продавать свою недвижимость и подешевеет ли квартира в Беларуси. Национальный банк в мае очередной раз снизил ставку рефинансирования. Это уже четвертое снижение за последних несколько месяцев с начала года. И, конечно, вот это снижение ставки, оно в определенной степени влияет на, прежде всего, кредиты на недвижимость. То есть кредиты становятся дешевле, и эта тенденция, она вот уже, да, наблюдается вот последних там не один уже месяц, там, в принципе, с конца прошлого года она началась. И можно говорить, что в этом году вот эта вот политика дешевых, удешевление денег, она продолжилась. И, скорее всего, продолжится в ближайшей перспективе. Деньги становятся дешевле, заемные ресурсы дешевеют, в том числе на заемные ресурсы для строительства жилья. Но надо понимать, что если деньги становятся более доступные, то спрос, это стимулирует спрос. Цены на жилье, они не будут обязательно в этом случае снижаться. Наоборот. Если спрос растет, соответственно, это будет поддерживать цены на квартиры. Ну, на самом деле, помимо вот этой вот процентной политики и стоимости кредитов, на рынок жилья Беларуси влияет ряд факторов, их надо учитывать при прогнозировании. То есть это касается, конечно, и динамики доллар-белорусский рубль. Потому что все равно, если мы посмотрим на сайты, да, там вот строительство, где публикуются данные о продаже квартир, все равно там оставляется цена обычно в долларовой эквиваленте. И с учетом того, что сейчас вот идет такое, то есть рубль у нас, в отличие от прошлого года, уже не так уверенно себя чувствует, то в долларовой эквиваленте в определенной степени цена может варьировать со стороны ее снижения. Но опять-таки она, вот это вот снижение, оно может компенсироваться вот дешевой процентной политикой, дешевыми ресурсами, да, то есть оно может уравновешивать. Также на рынок недвижимости влияют доходы населения. Естественно, чем активнее растут доходы, соответственно, тем выше спрос, но это поддерживает, поддерживает цены на жилье. Но сейчас мы пока не видим какой-то там активной динамики по доходам, но тем не менее, с учетом восстановительного роста, оно может, по крайней мере, не падать, а определить какой-то даже восходящий тренд по реальным доходам населения. Ну и еще один такой момент, который также, наверное, так существенно может оказывать влияние на рынок недвижимости, это, конечно, ситуация с новостройками и за сколько они продаются. Надо понимать, что как бы снижать те же крупные застройщики цены могут до какого-то определенного уровня, но они упираются опять-таки в себестоимость метра квадратного, а сейчас с учетом санкций, опять-таки снижение, ну иногда, наверное, то есть есть определенные пределы, и с учетом санкций стоимость жилья, наоборот, может увеличиваться, да, а не снижаться. Вот поэтому с учетом всех вот этих вот факторов, которых я назвала, скорее всего, мы каких-то серьезных подвижек сегодня, в этом году на рынке недвижимости не увидим, ну если будет вот сохраняться такая более-менее спокойная ситуация в экономике, ну то есть каких-то дополнительных резких факторов не появится, в этом случае какой-то вот как бы серьезной динамики либо в сторону снижения, либо в сторону, наоборот, подорожания мы не увидим, но опять-таки я скажу, что сейчас существуют факторы, которые, конечно, как минимум не дают снижаться дальше вот этой вот цены за метр квадратный, и это вот именно политика этих дешевых денег, ну и, конечно, вот как вот и динамика доходов населения, которая, ну, вряд ли будет сейчас опять-таки уменьшаться. Предложение сейчас превышает спрос, то есть все-таки сейчас можно говорить о рынке, рынке покупателя, а не о рынке продавца, то есть покупатели все-таки являются сейчас главными и определяют вот, ну, опять-таки динамику, направление, да, вот этой цены, динамики цены метра квадратного. Если в качестве рассматривать квартиру как инвестицию, ну, это такой очень такой спорный вопрос в Беларуси, потому что если мы посмотрим на данные, там, допустим, десяти лет, то на рынке были скачки в сторону повышения, в сторону снижения, но если мы посмотрим на тренд, то есть как бы такого тренда восходящего мы не увидим, в отличие от европейских стран. В европейских странах, да, там идет явный тренд на увеличение, повышение стоимости жилья. В Беларуси такого нет, то есть если посмотреть, там, я не знаю, данные, там, в 2012 году метр квадратный стоил там 1298, это в Минске, долларов за метр квадратный. Примерно такая же стоимость сейчас жилья и сегодня. То есть как бы, ну, и мы тут должны учитывать, что еще тут надо сказать, что и доллары, инфляция доллара была за этот период времени. Поэтому, ну, как бы, с точки зрения инвестирования и получения дополнительного дохода, ну, я бы не стала рассматривать тут недвижимость в Беларуси как такой вариант. Что касается продажи, то здесь, ну, я не думаю, что в 2023 году мы будем наблюдать определенный там какой-то существенный рост цен в ближайшей перспективе. Возможно, некоторые оживления, ну, опять-таки, сезонные, когда вот идут сезонные оживления, возможно, квартиры немножко могут подорожать. Но опять-таки надо понимать, что сейчас продаются хорошо именно недорогие квартиры. То есть квартиры какие-то с какими-то повышенными потребительскими качествами, то есть уже в дорогом сегменте в любом случае сейчас будут продаваться плохо. Ну, с учетом того, опять-таки, как уровня доходов населения там и сниженного спроса все-таки по сравнению с предложением. Поэтому, ну, как бы, если задача стоит продавать, ну, я не думаю, что тут серьезно будет отличаться сегодня продавать либо через несколько месяцев, либо к концу года. Вот. Но ждать, что там как-то изменится ситуация и цены начнут быстро расти, я думаю, в ближайшей перспективе не стоит. Вы смотрели проект Маланка Медиа, народ спросит. Задавайте вопросы в комментариях к данному видео и присылайте в наш Телеграм-бот. На каждый интересующий вас вопрос мы найдем ответ. Заходите на наш сайт Маланка Медиа и скачивайте мобильное приложение Маланки. Не забывайте, что в нашем Инстаграме и Телеграм-канале регулярно публикуются свежие новости. Подписывайтесь на наш ТикТок и Твиттер, если вы находитесь за пределами в Беларуси в безопасности. Репостите это видео. Живя Беларусь и слава Украине! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА